Ребята, перед началом ролика я вам хочу порекомендовать очень интересный канал, автором которого является Матман. Парень снимает видео по Клэш-Шоялю, но не стандартного формата. Он делает нарезки, разные вставки из мультфильма. Это очень необычные, подобные видео вы по Клэш-Шоялю ни у кого не встретите, и он очень старается, и реально контент у него качественный, но ему нужна ваша поддержка. Я вам настоятельно рекомендую перейти на его канал, ссылочку я оставлю в описании. Поддержите парня лайком и подпиской. Всем привет, дорогие друзья, это новый выпуск по Клэш-Шояль, и я нахожусь сегодня на своем твинке, на своем первом уровне. Многие спрашивали, почему ты не снимаешь, не продолжаешь снимать видео по своему твинку, почему атаки не записываешь, потому что через фейсбук они видят, что я на нем играю. Так вот, я готовился, готовился к этому выпуску, чтобы сделать классный выпуск, чтобы показать вам какие-то результаты, а не просто показать свои онлайн-атаки. И вот они, ребята, результаты, вот они, я уже на девятой арене, и мало того, я уже даже на 2700 плюс 100 кубков от девятой арены. То есть здесь 2600 нужно, да, а я уже на 2700. То есть это реальный крутой результат, и наконец-то я нахожусь на этой арене. Было нелегко, было реально сложно, я сейчас вам покажу повторы, и давайте покажу вам сразу свою колоду. Вот эта колода, но я не этой декой дошел до девятой арены. У меня не было палача, у меня вместо палача был вышибала, вместо шарика у меня был ледяной колдун, а вместо торнадо были стражи. Ну и потом торнадо заменил. Вот эта дека, ребята, она идеальна. Я сейчас покажу, все расскажу вам, перейдем к повторам. И также я хочу вам сказать, ребята, что я уже собрал здесь много карт, и смотрите, у меня осталось всего лишь, ну всего ничего. Сколько? 5 карт легендарных выбить, ну и 2 карточки, которые, ну одна еще не вышла, одна есть. То есть, ну совсем чуть-чуть осталось. Сколько этому аккаунту? Кто сидит за моими видео, те знают, что аккаунту всего ничего, а уже в коллекции карт 62 карточки. Естественно, с помощью доната это легко сделать. И также, ребят, я выбил принцессу, я вставлю фрагменты, где мне был этот легендарный сундук в магазине, и я оттуда выбил принцессу. И я ее именно хотел, именно принцесса была мне нужна. Мне ни шахтер, ни бревно, ни кладбище, ничего не нужно было, только принцесса. Принцесса и палач, сплэшеры очень хорошие, плюс торнадо, то есть меня спасает от многих ситуаций, от многих комбинаций, и это очень много чего решает. Атакующие карты, понятное дело, лава и шарик. В общем, сейчас вам покажу повторы, покажу, какие оппоненты мне подбираются, и расскажу, что будет дальше. Итак, вот первый повтор, это последний бой, который я сыграл на 2700 кубков, и сейчас вы видите прокачку моего оппонента. И, во-первых, хочу обратить ваше внимание на колоду моего оппонента. Это бомбер, это три мушкетера, это элитные варвары и рейдж. То есть у него настолько дамаг юнитов ведет, что, я не знаю, смотрите, у него 11-е комминки, я уже начинаю бомбить, потому что, ну блин, 11-е комминки, лол просто. Он убивает принцессу стрелами, и сейчас посмотрите, как бомбер убьет моего палача. Или это не в этом, не, это не в этой ситуации. У него, смотрите, все комминки 10-е, бомбер 11-е, рарки у него 7-е, эпики, по-моему, 4-е. Ну, то есть, жесть, я думал, что, ну, я не вывезу. Мне повезло то, что оппонент плохо пользуется своими картами. Выбрасывает он элитных варваров, я их контрю, естественно, армией скелета. Мне хорошо, что у него не было сразу зэпа, и он стрелами сразу их не убил. Также сложность была в том, что, ребят, у него 3 мушкетера, у него элитные варвары. Это для первых вышек вообще ничего. Если я не законтрю тех юнитов, то просто с пару тычек они снесут мою вышку и снесут сразу же главное здание. То есть, мне нужно было просто эффективно дефить от них. Хорошо, что меня спасает здесь реально торнадо. Армия скелетов, допустим, была бы на элитных варваров, а торнадо была бы на 3-х мушкетерам. Но он их не успел выпустить, потому что это все стоит недешево, а оппонент эликсиром растрачивался налево-направо. Вот сейчас посмотрите, как бомбер убьет палача просто с 2 тычек. На, и палача практически нету. То есть, ну блин, мне кажется, его бомбера хватило 3 тычек, чтобы снести мою вышку. 3 или 4, если я не ошибаюсь. Это жестко, ребят, это реально жестко. Но мне повезло то, что оппонент немножко, ну, неправильно играл. И, то есть, смотрите, я пропустил элитных варваров, они с одной тычки, оба варвара, снесли пол моей вышки. Это жесть. Ну и тут ясное дело, что остается 266 хитпоинтов. Победа у меня в кармане практически. Пошел удвоенный эликсир, я бросаю шарик принцессу, чтобы... Ну, тут принцессе 2 выстрела, в принципе, и все, и вышки нету. Но бомбер снес ее, не дали мне добить. Я бросаю еще палача. Но тут понятное дело, что я уже заберу вышку, заберу его главное здание. Но все равно, ребят, тут такие напряжные катки, когда ты первый уровень. Да, у меня есть легендарные карты, но я бы их с радостью, ребята, заменил. Я бы заменил пламенного дракона. Принцессу, наверное, оставил бы. Я бы взял мушкетера, орду миньонов, я не знаю, были бы они у меня прокачаны. Поэтому мне приходится использовать легендарные карты. Ну и все, тут долетает лава, тут, в принципе, уже итог боя понятен. Я не говорю, что этот бой был какой-то эпичный. Я просто хотел вам показать прокачку, которая мне подбирается на таких кубках. Поехали дальше. Следующий повтор. Внимание, ребята. Десятый уровень. Пятый, четвертый эпики. Седьмые рарки. Девятые команды. Я не знаю, у меня реально, как можно не выиграть первый уровень? Ну, то есть, это жесть, ребят. Пропустить любого юнита к вышке, и я практически прощаюсь со своей вышкой. Даже, возможно, и снесут главное здание. То есть, все зависит от ситуации моего эликсира. Поэтому нужно играть достаточно грамотно. И в основном я стараюсь сделать так, чтобы выждать первый ход от оппонента, отдефить, а потом перейти только в контратаку. Потому что, если сделаю первый ход я, и оппонент грамотно отдефить, я не смогу встретить его атаку, и я просто потеряю сходу, сходу все свои стороны. Ну, то есть, не все стороны, а сходу проиграю на трешку. То есть, здесь ошибок делать нельзя. Поэтому приходится переходить в контратаку и пытаться пушить. Также проблема в том, что у меня юниты не совсем дешевые. У меня только за три эликсира это принцесса, торнадо, да? Вот. А остальные юниты по 4, по 5 эликсира. То есть, мне на каждого юнита нужно давать ответ. То есть, оппонент может выбросить тех же стражей, тех же гоблинов за три эликсира. Мне приходится тратить, допустим, больше, да? Ну, в зависимости от ситуации и куда я выброшу ту или иную карту. Поэтому это тоже некая сложность, так как дефить приходится каждую карту. Вышка не справляется в соло ни с какими картами. Вообще, абсолютно. Нужно всех юнитов дефить. И это тоже, в свою очередь, некая сложность. Также большую роль играет здесь у меня пламенный дракон. Я бы не представлял вообще игру без него. Вот выбросили, допустим, шарик. Да, я выбросил дракона. И все, и на изи. Если бы не пламенный дракон, шарик бы в любом случае и долетел. То есть, таких юнитов, как гиганта, как голема, контрить пламенным драконом просто кайф. Вообще, на мое мнение, это самая худшая легендарка в этой игре. Ну, на этом твинке она здесь решает много реально. Также здесь очень решает таланда. Поэтому, ребят, если у вас есть такая колода, то берите. И я уверен, что вы затащили. И смотрите, тут тот самый момент, миллисекунды не хватило шарику долететь до вышки, чтобы... Ну, он бы снес ее сразу с тычки. И тут я понимаю, что у оппонента нет юнитов по воздуху. Я в соло бросаю шарик и просто наблюдайте. Ему нечем контрить. У него валькирия, у него шарик, бревно. У него нечем контрить мой шарик. И я забираю вышку, забираю в сторону. У меня оставалось 200 хитпоинтов. И это победа. У меня шарик первого уровня, а у него пятого. Разница большая. Ну, и давайте последний повтор на сегодня посмотрим, ребята. Этот повтор еще старый. То есть, я здесь играл еще старой колоды. Здесь у меня еще был ледяной колдун. Было вышибало. У меня не было здесь торнадо, палача. Вот. И шарика у меня не было. И это тот самый повтор, который дал мне девятую арену. Я играю против гиганта, ведьмы, элитных варваров. В общем, прокачка карт, ребят, вы видите. Четвертые эпики, седьмые арарки. Но, как видим, что у меня легко получилось задефить пламенным драконом. Плюс с моими колдунами. И еще перейти в такую небольшую атаку. Конечно, он отдефил валькирии и все. Но, немножко урона я нанес. Мне каждая тычка очень важна в этой игре. Тут он бросает в соло орду миньонов. Я не понимаю, зачем я это все контрю принцессой. Да, ребят, я соглашусь с вами, что здесь оппоненты, ну, не все тонкости видят. Не все правильно выпускают. Но, все же, прокачка карт даже... Я не знаю, я когда делаю даже бусты восьмыми уровнями, девятыми, меня это напрягает из-за прокачки карт. А тут первый уровень. Это жесть. И смотрите, как я выбросил армию скелета. Ему нечем контрить, как бы у него есть тоже в ответ армия скелетов. Но он ее не выбрасывал, я не знаю почему. И вот даже сейчас он ее выбросил. Ну, блин, под принцессу. Зачем, Карл, зачем под принцессу выбрасывать было армию скелета? В этом повторе нет ничего такого эпичного, напряженного на самом-то деле. Я вам просто показываю, потому что этот повтор был решающим. И я вошел на девятую арену. Это было для меня очень важно. Я очень к этому долго шел и старался. И вот пока не выбил принцессу, реально было трудно. Потому что сплэш очень решает. И очень много мусора. И как видим, что прокачка десятой куманки. То есть контрить очень трудно. У меня нету ни зэпа, ни фаербола. Можно, конечно, брать польза. Но он не так эффективен, как зэп. Да, допустим, фаер тот же самый. Бревно не помешало бы мне. Поэтому было реально трудно. И как только я вошел на девятую арену. У меня была уже принцесса до того, как я вошел на девятую. Там еще выбил палача. И это, конечно, сыграло мне на руку. И я уже поднялся до 2700. Ну, в общем, я ускорю этот бой. Потому что здесь уже победа. Я треху, по-моему, не снесу. Но в итоге мне оппонент не нанесет вообще нисколечки урона. Видим. Да, он даже не притронулся к моим вышкам. В общем, ребят. Как-то так проходят мои катки на моем первом уровне. Я бы не сказал, что здесь мега топ какие-то игроки мне попадаются. Вот. Не сказал бы, что это прям мега сложно. Ну и нелегко, ребят. Прокачка карт это просто жесть. И есть противники, реально хорошо играют. Поэтому составляют вот такие сложности некоторые. В общем, колоду я вам показал. Ребята, берите. И чем заменить, если что? Пламенного дракона можно заменить надгробием. Можно инферной. Можно печкой заменить. Не знаю. Смотрите сами. Можно ордой миньонов. Громоверца можно заменить мушкетером. Ну, все остальное, по идее, надо. Не знаю. Принцессу можно чем-то заменить. Зепами. Ну, смотрите сами. Стрелами. А все остальное здесь реально нужно. И это дека тащит. И следующее видео, ребят, по этому аккаунту будет, когда я уже буду в легенде. Там я надеюсь. Я думаю, что я задоначу 14 тысяч гемов. Открою сундуки. В общем, я буду стараться как можно быстрее туда дойти. Поставьте лайк этому ролику, ребята. Чтоб я дошел до 10 арены как можно быстрее. А на этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Побеждайте. Удачи вам. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok